Внимание! Следующая программа содержит кадры, которые могут вызвать сильное эмоциональное напряжение. Партнер программы – компания «Чистое небо». Утро начинается не с этого, не с этого и не с этого. Утро начинается с взгляда, с взгляда на потолок. Любые ваши смелые и несмелые фантазии воплотит на потолке компания «Чистое небо». Качественные потолки могут сделать только настоящие профессионалы. Компания «Чистое небо» отвечает за работу. Гарантия качества – 30 лет. Возможно, рассрочка. В ночь с 11 на 12 октября помощи лидских спасателей понадобилась в деревне Моставляны Белийского сельсовета. Там горел деревянный одноэтажный дом. Огонь уничтожил крышу, перекрытие и повредил стены. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем. В Островецком районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина. ЧП произошло неделю назад, 9 октября, в деревне Дубники. О возгорании работникам МЧС сообщили соседи. Когда огнеборцы прибыли к месту происшествия, дом был полностью затянут дымом. В Волковыске на первом этаже одной из многоэтажек произошел взрыв. Как выяснилось, хозяин квартиры варил самогон и, оставив самодельный аппарат на кухонной плите, уехал. Специалисты пояснили – произошла вспышка спиртовоздушной смеси, в результате чего была повреждена балконная рама, мебель, потолок и стены в кухне. Правовую оценку происшествию дадут работники милиции. В воскресенье 15 октября на 63-м километре автодороги границы Литвы Лида-Слоним-Бытень в результате наезда погибла 68-летняя женщина. Мужчина, управляя автомобилем «Форд», двигался со стороны Лиды и сбил пенсионерку, которая пересекала проезжую часть слева от машины. Женщина, от полученных травм, скончалась на месте происшествия. 6 октября в деревне Гастиловцы под колесами автомобиля погиб 43-летний мужчина-пешеход. Авария произошла около 8 часов вечера. Наезд на него совершил 53-летний житель Гродно, управлявший грузовиком. Известно, что погибший житель агрогородка Можейково, находясь на проезжей части, был обозначен свето-возвращающими элементами. К слову, в республике за последние три дня были сбиты 7 пеших участников дорожного движения. Еще одна смертельная авария произошла вечером 8 октября под Волковыском. В ДТП погибла женщина-пассажир легковушки. Около 20 часов водитель «Фольксвагена» выехал на полосу встречного движения, по которой в этот момент двигался автомобиль «Рено». Удар пришелся в правую переднюю часть француза, где сидела 66-летняя пенсионерка. Она скончалась на месте. Водитель и 11-летняя девочка с травмами доставлены в больницу. 54 факта незаконных посевов МАКа на общей площади свыше 35,5 гектаров и 6 незаконных посевов конопли на общей площади 120 квадратных метров. Столько было выявлено в этом году в Улицком районе правоохранителями во время проведения специальной программы МАК. За незаконный посев и выращивание наркосодержащих растений в отношении жителей нашего региона было составлено 25 протоколов о поадминистративных правонарушениях. Весь наркотический урожай, а это более 880 килограммов, был уничтожен. В проведении специальной программы МАК на территории города Лиды Лидского района сотрудниками Лидского РОВД проделалась определенная работа. Это были как мероприятия профилактического характера, так и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков, а также причастны к незаконному возделыванию наркосодержащих растений. Также сотрудниками Лидского РОВД проведены мероприятия по отработке мест, массового мест отдыха молодежи и увеселительных заведений. Лидским отделом внутренних дел устанавливается личность мужчины, которого вы видите на экране. Если кто-либо владеет информацией о разыскиваемом, просьба сообщить в ближайшее отделение милиции, либо позвонить по телефону 102. В первые минуты пожара температура в комнате поднимается медленно, достигая через 3 минуты 300 градусов. Начиная с четвертой минуты температура резко поднимается до 600 градусов. Если окна двери в комнате закрыты, кислород в комнате выгорает, и пожар застывает на 7-8 минут в фазе выгорания. Пламя утихает, но температура остается на уровне 700 градусов. Если окно разбито, то поступающий кислород дает пламени новые силы. Жар в комнате поднимается до 900 градусов. Это выше, чем используется в крематории. Водитель! Водитель, помни! Пешеход, как инспектор ГАИ, может появиться на проезжей части в неподходящее время. Смотри в оба! Лидская госавтоинспекция предупреждает. Соблюдайте правила дорожного движения. Партнер программы – компания «Чистое небо». Утро начинается не с этого, не с этого и не с этого. Утро начинается с взгляда, с взгляда на потолок. Любые ваши смелые и несмелые фантазии воплотит на потолке компания «Чистое небо». Качественные потолки могут сделать только настоящие профессионалы. Компания «Чистое небо» отвечает за работу. Гарантия качества – 30 лет. Возможно, рассрочка. Гарантия качество аналога «Чистое небо». Никто вас не будет снимать! Субтитры сделал DimaTorzok